Всем привет! Меня зовут Петя, я Ruby, Rails Software Engineer, лет 10 уже в разных ипостасях инженеров Ruby и Rails, и если что, меня можно найти в соцсетях и кучу-кучу-кучу всего спрашивать, звать на кофе, звать на пиво, я в Киеве. Дополнить хочу предыдущий доклад, там в начале звучала фраза, что редко кому говорят, ты слишком веселый сегодня, короче, говорят, достаточно часто говорят. В понедельник мне такое говорили и потом попросили покинуть помещение клуба, потому что ты, Петя, слишком веселый сегодня. Мой доклад про нейродайверсити, взгляд изнутри, я буду иногда использовать ненормативную лексику в контексте своих собственных историй, если до них дойдет дело, если нам позволит отпущенное на доклад время. Я буду очень много пользоваться английскими формулировками для того, чтобы описать процессы, о которых говорю, потому что мне сложно найти было это адекватно написанное на украинском, а тем более на русском. В общем, тяжело. То есть, точно так же, как мы говорим синглтон и понимаем, о чем речь, да, где-то есть формулировка на русском для этого, но она больше вызывает сопротивление и споров, чем дает возможность друг с другом найти взаимопонимание. Вот. Поговорим про парадигму нейродайверсити, немножко расскажу про ADHD, синдром дефицита внимания и гиперактивности, вот, несколько историй из жизни, возможно, возможно нет, потому что время поджимает, истории много, времени мало. И расскажу про три важных инструмента с немножко контекстом, как я их использовал, где этому можно научиться, тут в Киеве, там в онлайне. Вот. Это будет mindfulness, практика mindfulness, практика non-violent communication, ненасильственное общение, и практика self-compassion, самосострадание. Вот. Зачем это все мне, зачем это все сегодня вам, для того, чтобы в который раз вспомнить, что да, мы разные, да, у нас разные привычки, языки, на которых мы говорим, поведение, гендерная идентичность, куча-куча-куча аспектов, культурный контекст и прочее, и в том числе. В том числе наши нейронные связи, сети, генетика, организмы устроены по-разному, не одинаково. И тем не менее, нам надо работать вместе. Часто случается, что вместе, в команде, в коллективе, в организации, можно что-то сделать больше, лучше, чем по отдельности. Привычки, убеждения, поведение всегда касаются контекста, в котором это происходит. И именно исходя из контекста, да, это в рабочей атмосфере, в рабочем коллективе, в офисе, в рабочем коллективе по ремоуту, или где-то на лавочке с бабушками, с друзьями, в папчике. Зависит наше поведение одно и то же, может считаться, может быть либо адаптивным, помогающим двигаться к общим ценностям для этой социальной группы, контекста, либо дезадаптивным, мешающим. Там начинается исключение, увольнение и прочие классные и часто неприятные процессы. И, тем не менее, всегда есть возможность фокусироваться на поведении, на привычках, на убеждении и с ними работать, сформулировать, что-то делать, двигаться дальше. Либо сформулировать, понять, что нет, я не могу с этим ничего сделать или не хочу и двигаться дальше. Тем не менее, есть куча различий, с которыми неприменима вот эта вот концепция адаптивная, дезадаптивная, здоровая, нездоровая. Такие вещи, как ценности, гендерная идентичность, культурный контекст, цвет кожи, биологический пол, нейробиологические процессы. В тканях организма это не повод для осуждения, независимо от того, в каком социальном контексте это происходит. Тут важно отметить, что есть люди с инвалидностью, disabled persons, disabled individuals. И диагноз, инвалидность, лечение – это прерогатива специалистов, в том числе диагноз, лечение в контексте mental health. Все равно в этом нужно стоит, важно доверять mental health professionals, которыми не все являются. И поэтому куча штук, которые часто привычны в нашем обществе, они такое, такое. К примеру, шутки про блондинок в пирамиде, как ее назвать, дискриминации, ведут к мыслям, к поведению, к домашнему насилию, к разности в оплате труда. И получается огромная, очень неприятная штука, которая начинается с того, как мы в быту говорим, называем, как мы мыслим о других людях и о себе. Точно так же с нейродайверсити. То есть нейродайверсити – концепция, которая была в конце 90-х годов предложена прошлого века, предложена для того, чтобы описать, не используя привычную медицинскую терминологию, диагноз болезнь, лечение, особые потребности, тогда описать различия в том, как работают мозги, как работают нейронные сети, и как работают в наших головах, и сфокусироваться на том, что это вариации нормы. Не существует чего-то, что является нормальным, обычным для человека. Вот эти все вариации – это нормально, обычно для человека. Другое дело, что когда люди объединяются в группы для каких-то общих целей, коллективы, государства, эта разница может принести сложности, проблемы. Это способ говорить, смотреть, рассматривать то, как человек ведет себя, как человек устроен, что говорит, как взаимодействует с другими. Базируется именно на нейроотличиях. Это о том, что нет стандартов, нет какого-то единого, нормального, обычного пути. Все мы разные. Кому-то сложнее учиться новому, кому-то легче учиться новому. Это не значит, что кто-то лучше, хуже, приятнее, неприятнее. Нейродайверсити – это о том, что мы разные. И вот этот подход, концепция, она позволяет дестигматизировать нейроотличия и не считать, что вот этот человек, он поломанный, он неправильный, ему надо особое где-то место, пускай себе сидит, не показывается. Это про инклюзивность, это про дайверсити в широком контексте. И дестигматизация достаточно сложный процесс, потому что мы привыкли видеть вокруг себя людей, похожих на себя. Нам проще видеть людей вокруг себя, похожих на себя. Но люди разные. И взаимодействие с непохожими людьми, даже на уровне привычек, а тем более на уровне нейроотличий, может быть, тяжело. Может, требует энергии, усилий, ресурсов, какого-то awareness, знания, понимания, которое не рождается само по себе, которое важно нарабатывать, искать, учиться, разбираться. Вот, нейродайверсити изначально как момент, нейродайверсити как парадигма появилась для описания дестигматизации помощи людям с расстройствами аутичного спектра. Стоит сразу сказать, что от расстройства аутичного спектра и штуки, которые будут на слайде дальше, это всегда scale. То есть есть disabled persons, люди с инвалидностью, когда это очень сильно проявлено. Есть минимально проявленные характеристики поведения, процессы в тканях организма. И это может быть на 30%, на 50%, на 60%. Ну, то есть вот может быть чуть-чуть больше, может быть чуть меньше. В этом стоит доверять снова-таки медикам, врачам, mental health professionals. Ну и понимать, что это не что-то, что один раз и навсегда какое-то. Есть вещи, которые касаются вот на этом слайде, neurodevelopmental conditions, синдром дефицита внимания, гиперактивности, расстройства, развитие речи, дислексия, диспроксия. Они происходят в организме. Они происходят уже при рождении на генетическом уровне. И тем не менее не предопределяют поведение человека раз и навсегда, потому что на них накладываются те же самые процессы, о которых говорили Таня и Таня. Да, депрессия, выгорание, какие-то маниакально-депрессивные фазы. Всё это тоже происходит. Оно друг на друга накладывается и получается сложно. Сложно с точки зрения именно качества жизни. То, через что определяется mental health. Качество жизни, способность сталкиваться и преодолевать жизненные ситуации и трудности. Плюс в концепцию нейродайверсити добавляются, рассматриваются психические заболевания, которые тоже могут быть более интенсивно выражены, менее интенсивно выражены. Такие как биполярное расстройство личности, шизо-аффектив дизордер, антисоциал персоналити дизордер, обсессив-компульсив дизордер. Это конкретные медицинские диагнозы, которые ставят конкретные медики, психиатры. Но опять же хочу напомнить, что это всегда шкала. У меня нет много опыта взаимодействия с людьми с расстройством аутичного спектра. У меня есть много опыта взаимодействия с собой. И часто мое поведение похоже на симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Стоит отметить, что у меня нет диагноза. Я не обращался к психиатру. У меня есть телефончик, если что, я смогу обратиться. Знаю, к кому. Знаю, к хороших проверенных специалистов. Но, тем не менее, идти за диагнозом, вопрос зачем. Для того, чтобы получить лечение. У медикаментозных способов взаимодействия лечения симптомов ADHD очень много побочных эффектов. Не все препараты, которые доступны за границей, доступны у нас в Украине. Вследствие сертификации и прочих-прочих процессов важных, сложных, государственных. Ну и вот это вот, что есть синдром дефицита внимания и гиперактивности. В настоящий момент это понимается как нейродевелопментал дизордер. Кстати, важно, что со временем, с годами, понимание диагнозов, лечения меняется. И если вдруг вам важно будет с какой-то из тем познакомиться, что-то узнать больше, материалы, которые переведены на русский, базируются на исследованиях достаточно старых. Если вообще базируются на исследованиях, потому что очень много контента, который есть в сети, вообще описывает что-то свое, со своими целями. Важно доверять англоязычным источникам, доверять доказательному подходу. Ну или не доверять, потому что так тоже можно. Это поведение, мысли, убеждения, поведение, скорее, мысли, процессы в организме, которое не позволяет выполнить запланированное, не позволяет держать фокус достаточно долго на одной задаче для того, чтобы все-таки ее сделать. Это касается не только рабочих моментов, аспектов. Это проникает во всю жизнь уснуть вовремя, не уснуть вовремя, попасть на поезд, не попасть на поезд. Это сложные жизненные такие процессы. Сложности в планировании, самоорганизации, даже в рамках структурированной дисциплиной рамок внешнего контроля. И, естественно, что какие-то долгосрочные цели, которых нужно достигать планомерными шагами, постепенными, требуют еще больше дисциплины, способности организовать свою жизнь, пространство вокруг себя. И немножко-немножко дают сложности. Это не вопрос знания, незнания, что делать, как с этим быть. Потому что это не связано с способностью к обучению, с мыслями, усвоением материала. Это просто сложно что-то сделать из-за планированного. Внимание, которое переключается, отвлечение, какой-то шум, который делает невозможным, хочется переключиться. Особенно это касается мессенджеров, всяких notification-ов, социальных сетей, которые в этом процессе увлекательном, очень настроены на то, чтобы забирать на себя внимание и вовлекать, и удерживать внимание. Ну и постоянное ощущение, вплоть до исключения, увольнения. Что, вещи, которые нужно сделать, которые пообещал другим, они, да, важны, да, я знаю, что лучше начать заранее. Но всегда случается что-то, что отвлекает, увлекает, уносит, убегает внимание. Вот, к примеру, готовясь к webmeditation, я знал, что слайды важно делать заранее, давать кому-то на ревью, получать обратную связь, что-то делать с ними лучше. Вот, мы на встречах проговаривали о том, что слайды, слайды, доклад, текст — это важно. И, тем не менее, у меня даже в календаре был слот «Сделай слайды» на пятницу. И, тем не менее, я их делал с 11.30 сегодня, потому что паника, 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 прокрастинация, прокрастинация. И вот-вот-вот-вот, пах-пах-пах-пах, побежали, ух, добежали. Ну, то точно так же происходило с выступлениями на других конференциях в прошлом, в позапрошлом, позапозапрошлом году. Точно так же, к сожалению, часто происходит и с важными дедлайнами на проектах. Ну, поэтому всё непросто, сложно. Поэтому всё достаточно со стороны выглядит, как будто вот у меня вообще не все дома. Пришёл какой-то долбоёб, продолбал все сроки, как с ним вообще можно работать. Вот. Самые неприятные моменты, эпизоды — это когда я в рабочем процессе, в производственном, а на трое суток выключал, уходил из Slack, социальных сетей, выключал телефон, мне звонили, не могли дозвониться. Потом я, в конце концов, выходил на связь. И естественно, что хорошим, прекрасным, старательным людям непонятно, страшно, как это вообще можно было сделать. Блядь, шо ты, шо ты, шо ты, человек вообще-вообще. Ну, и в результате доходило до увольнений. Что, в принципе, нормально, понятно. С точки зрения менеджмента не всегда есть энергия, ресурс для того, чтобы процессы в команде, коммуникацию в команде выстроить, для того, чтобы настолько разные люди работали вместе и приносили value бизнесу. Что, в принципе, опять же, понятно. Из любопытного, интересного, где-то два года, может быть, два с половиной, работаю с очень крутым, толковым психотерапевтом над тем, чтобы научиться все-таки получить привычку выполнять запланированное. За прошлый год, и я этим мега горжусь, я научился работать по помодоро-техниг. Да, когда советуют в статьях или в персональном общении, да, ты просто попробуй помодорками работать. Сука, я пробовал помодорками работать. Я ставлю помодорку и отвлекаюсь. Это не то, что нужно прочитать и понять. Это каждодневные, еженедельные усилия для того, чтобы попробовать понять, что работает, понять, что, ага, а тут не работает, как я могу вот этот вот планшет из своего поля убрать, чтобы он не отвлекал или не убрать, что делать. Вот, и сейчас в этом году работаю над тем, чтобы делать по 3, а то и 5 помодорок подряд с теми же 5-минутными перерывами. Но, опять же, помодорки можно разбивать в течение дня, можно откладывать на вечер. Умение не откладывать на вечер с мыслью, да, блин, времени полно, ночь длинная, я все сделаю. Отдельный скилл очень оказался непростым в освоении. Но, тем не менее, оно есть, оно работает. Понемножку, понемножку, я вижу, как эти инструменты помогают двигаться, становиться более уверенным в сроках, в запланированном и прочем. Что еще важно, чем я хочу поделиться со всеми, независимо от того, вы нейротайпикал персом или нейродиверджент персом, Штуки, которые я покажу дальше, они работают, помогают пробуждать осознанность, внимательность. Исследованы Джон Кабадзин, сформулировав mindfulness-концепцию как практику внимательности. Еще будучи студентом Массачусетского института технологий в 70-х годах, исследовал это и убедился, что да, эта практика приводит к положительным изменениям в жизни разных людей. Mindfulness считается под видом медитации, subset, практик медитации. И mindfulness имеет под собой доказательную базу исследования. И снова-таки тут в Киеве, там в Одессе, везде в онлайне есть возможность пройти курс, научиться, присоединиться к группе, научиться. И это тоже то, что требует практики. Можно это делать самостоятельно. Есть гайды, записи на SoundCloud. Можно для кого-то, может, будет легче работать с этим в группе, с группой, в контексте. Nonviolent communication, ненасильственное общение, тоже практика, которая позволяет сформулировать внутри себя словами, разобраться в том, что сейчас происходит со мной. И уже разобравшись, двигаться к тому, что сейчас происходит с другими. Тоже требует времени в освоении. Тоже есть возможность этому обучаться у людей, которые получили право обучать других. Nonviolent communication в Nonviolent Communication центре. Где-то там, я не помню, где он географический, и, возможно, даже он двигается. По географии переезжает. Nonviolent communication инструмент, который я часто стараюсь использовать в обратной связи, на one-on-ones, для того, чтобы получить качественную обратную связь, для того, чтобы дать качественную обратную связь, которая помогает что-то изменить. Не просто сказать о проблеме, и, ребята, сделайте мне хорошо, а найти пути для того, чтобы что-то изменить в процессах. Третий инструмент, которым хочу поделиться, self-compassion, практика самосострадания, о том, чтобы дать себе право быть таким, какой я есть. И при этом, только получив вот это вот от себя умение быть таким, каков я есть, я могу принимать других такими, какие мы есть. И это тоже навык, который не дается простым советам или статьей о том, что это важно. Это то, что можно практиковать, обучаться в группах, то, что важно добавить в жизнь, если вы хотите сделать свою жизнь более целостной, качественной, хорошей, светлой, доброй, классной. На этом у меня все. Спасибо большое. Помните, что вы такие, какие вы есть. Мы такие, какие мы есть, и в этом наша сила.